Ситуация, когда ферритин понижен, а гемоглобин в норме, может иметь несколько причин. Например, ранняя стадия дефицита железа. На ранних стадиях железодефицита организм сначала использует запасы железа. Они хранятся в ферритине. Гемоглобин остается в норме, пока запасы ферритина будут не истощены. Когда запасы железа исчерпаны, уровень гемоглобина начнет снижаться, приводя вас к анемии. Следующая причина – повышенная потребность в железе. Беременность, активный рост у детей и подростков, интенсивные физические нагрузки могут увеличивать потребность организма в железе. Организм может использовать запасы железа из ферритина для удовлетворения этой повышенной потребности. Но при этом уровень гемоглобина сохраняется в норме. Следующая причина – хронические кровопотери. Небольшие, но хронические кровопотери, например, из-за обильных менструаций или скрытого желудочно-кишечного кровотечения, могут привести к истощению запасов железа в организме. Поскольку потери железа происходят постепенно, уровень гемоглобина может оставаться в норме, несмотря на то, что ферритин падает. Далее – проблема с всасыванием железа. Заболевания, влияющие на всасывание железа из кишечника, такие как целиакие, воспалительные заболевания кишечника, могут привести к снижению уровня ферритина. Организм использует железо из запасов, прежде чем ферритин начнет снижаться. Ну и, конечно же, недостаточное потребление железа. Недостаток уровня железа в рационе может сначала привести к снижению уровня ферритина, поскольку организм использует свои запасы, чтобы поддерживать уровень гемоглобина в норме. Берегите свое здоровье! С вами был Мишаня Бычков. Продолжение следует...